Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если есть сырую мивину. К продуктам быстрого приготовления люди, обычно относятся со страхом. Ведь точно неизвестно, что в составе и навредят ли эти ингредиенты здоровью. К тому же вермишель мивину, или роллтон очень часто употребляют в сыром виде. Об этом сообщила диетолог Светлана Миленко, пишут факты. Что произойдет? Лапша быстрого приготовления, имеет низкую питательную ценность, высокое содержание углеводов, а также богата консервантами. Если регулярно ее есть, можно серьезно навредить здоровью. Продукт имеет очень низкую пищевую ценность, и почти не содержит клетчатки, минералов и витаминов. В составе много крахмала, который может вызвать ожирение, болезни сердца и диабет. Регулярное употребление такого продукта, может привести к сердечному приступу или инсульту. Все из-за большого количества жира и растительного масла, которыми обрабатывают лапшу. К тому же могут возникнуть и другие заболевания. Проблема с желудочно-кишечным трактом. Вздутие живота. Рефлюкс. Нарушение кислотности. Также для усиления вкуса к мивине, добавляют глутамат натрия в большом количестве. Такое вещество вредит нервной системе. В каком виде лучше есть? Важно помнить, что разница между готовой лапшой и сухой незаметна. По словам диетолога, нет особой разницы, где будет разбухать эта лапша, в тарелке или в желудке. Однако если человек не может отказаться от мивины, то диетолог советует придерживаться нескольких пунктов. Добавить белок, вареное яйцо, мясо, сыр или рыбу. Зелень, морковь, капусту, огурец или перец. Слейте воду, чтобы избавиться от плохих жиров и лишней соли. Не используйте масло из упаковки, оно преимущественно некачественное и дешевое. Вместо этого добавьте оливковое, кокосовое или льняное. Не добавляйте специи из пакетиков, что добавляют в лапшу. Конкретно они содержат большое количество плохих веществ. Раньше мы сообщали, почему нельзя ломать макароны перед варкой. Также мы писали, с чем нельзя совмещать макароны, чтобы не набрать вес.